Сегодняшний день – особенная дата для каждого жителя Карачао-Черкесии. Исполнилось 80 лет со дня освобождения Черкеска от немецко-фашистских захватчиков. Глава Карачао-Черкесии Рашид Имрезов поздравил жителей республики и отметил, что эти страшные дни стали одной из самых кровопролитных страниц в истории нашей малой родины. Но советская армия сумела одолеть врага. Сегодня Черкесск – уютный и динамично развивающийся город. Мы смело смотрим в будущее и строим настоящее. Гордимся своей прекрасной землей и ее трудолюбивыми и мудрыми народами. И все это благодаря мужеству и доблести героев, чей великий подвиг ничем не измерить. В честь этого знаменательного события сегодня на Аллее Героев Республиканского Центра состоялся памятный митинг, на котором побывал и Мурад Джанкьозов. В 1942 году на Северный Кавказ вторглись 80 отлично оснащенных немецких дивизий. Оккупация Черкесской продолжалась более пяти месяцев. Операция по изгнанию оккупантов проходила в ходе тяжелых пятитневных боев в условиях небывалого бурана и 20-градусного мороза. В упорных уличных боях бойцы Красной Армии ликвидировали и взяли в плен сотни оккупантов. А на здании почтампа был водружен красный флаг. В этот день отдать дань уважения героям минувшей войны собрались сотни жителей города, представители государственных органов, организаций и ведомств. 17 января 1943 года появилось первое сообщение об освобождении города Черкеска. А 10 дней спустя на площади Кирова состоялись похороны солдат, сержантов и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Черкеска, людей разного вероисповедания и разных национальностей. В те же дни территория Карачао-Черкесии была полностью очищена от гитлеровских захватчиков. Собравшиеся почтили память погибших героев-освободителей Черкеска минутой молчания. За смелость и отвагу, проявленные в этих боях, четверо наших земляков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Дорогие земляки, горько, что с каждым днём становится всё меньше очевидцев тех трагических и героических событий. Поэтому для каждого из нас дело чести помнить о подвиге солдат Победы, которые сумели разбить мечты фашистов о мировом господстве. Мы с гордостью несем имя наследников поколения героев. Низкий поклон воинам-освободителям. Их подвиг вечно будет жить в сердцах благодарных потомках всегда. И сегодня в условиях специальной военной операции наши доблестные воины успешно выполняют поставленные перед ними задачи, защищают интересы нашей Родины. Пусть небо над нашим городом, республикой и всей России будет мирным и безоблачным. Выступившие отметили, что для каждого из ныне живущих дело чести помнить о подвиге солдат Победы и с гордостью нести имя наследников поколения героев. Всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за мир во всём мире. Никогда не забудем мы тех, кто не жалеет своей жизни, завоевал для нас свободу и счастье. Мы будем достойными потомками героев, защитников Родины. Спасибо вам за поведу, за то, что вы преодолели все тякоты военных лет, подарили нам возможность жить под мирным небом. Вечная память павшим и долгих лет ныне живущим ветеранам. Мурат Сунькёзов, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкисия.